Привет, дружище! Меня зовут Шамба, и мы геройствуем Миримича и Магии. Завершаем кампанию восхождения Некроманта сценарий номер 4, Герцог Аларис. Чтобы выиграть, необходимо победить Герцога Алариса и всей его армии. Если Сандра или Финиас будут побеждены в битве, вы проиграете. Герои ограничены 25 уровнем, если они победят, их опыт и тра-та-та-та-та перенесутся куда-то. Я по-прежнему не понимаю, будет ли еще одна кампания, где я буду сразу играть и Сандра 25 уровня, и Грек Хаком и Гела, либо это просто в последних миссиях какая-то непонятная опечатка. Надеюсь, что все-таки первый вариант. Итак, я один, карта средняя, два врага. Бонус. 5 вампиров, цитадель, а 10 единиц редких ресурсов. Цитадель вообще не стоит всех этих бонусов. Ну, ее довольно-таки просто отстроить. Кроме того, наша армия это лич, которых поднимает Сандра или другой герой-экспертник Романт. 5 вампиров по этой причине как-то смысла не имеет. Ну, можно построить гильди магов побыстрее, хотя они уже сейчас смысла не имеют выйти вампиров. Ну, то есть все эти бонусы, на мой взгляд, абсолютно неинтересны. Ну, давай возьмем, не знаю, просто редкие ресурсы, потому что мало ли их на карте будет мало. Максимальная сложность и погнали. Скоро герцог Ларис навсегда уйдет в царство мертвых. У нас все идет по плану, и мы готовимся перейти в наступление. Финес не согласен с моей тактикой, но то, что предлагает он, обречет нас на верную погибель. Рано или поздно он осознает свои ошибки и будет следовать моим приказам. Скоро он поймет, что без моего руководства ему просто не выжить. Ну, возможно, Финес подставит Сандра. У меня что-то такое ощущение складывается. И такое ощущение складывается во многом из-за того, что Сандра просто в грош не ставит Финес, а Финес ближе всего к нему расположен, и, соответственно, легче всего его подставить или как-нибудь прокатить иначе. А скоро герцог Ларис будет мертв. Ваши дела продвигаются неплохо. И вы планируете нападение. Финес не согласен с вашей стратегией, но вы знаете, что его предложение будет еще хуже. Хоть он и мнит себя гением тактики. Вскоре он узнает, что без вашего руководства он не сможет выжить. Да, конечно, сообщение могли бы и получше придумать. Итак, у меня Сандра, у которого есть армия. У Финеса ничего нет. Давай ему сразу все передадим. Что у меня в городе? Редкие ресурсы, больше ничего. На подмогу выступает Кси. Кстати, смотри, герой первого уровня. Герой первого уровня. Тогда я возьму Фиону чисто за счет ее разведки. Чтобы побольше карту открывало, кто против меня. Аларий, Аларий. Он что-то выглядит как... Как кто? Как демон. Но я не уверен. Скорее всего, это нежить и Тамика тоже нежить. Так, Финеса, тогда забирай армию. Оставляем одного духа себе. А зомбарей потом выгоним. Они просто режут скорость. Скелетов Финес сам по умолчанию будет поднимать. Так, и теперь. Это дорога к лесопилке. Это дорога на юг. А вот как к сопернику проехать? Давай сначала осмотрим вот этот угол карты. Потому что он ближе всего расположен. А где города соперника? Без понятия. Может быть здесь? 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 Поднимки нет. Это уже радует. Надеюсь, это не как прошлая карта в виде лабиринта будет. Довольно-таки открытая, обширная. Так, много лучников. Много гномов. Это мои личи. Вперед. Отлично. Всего лишь один лич. Не, ну это не серьезно. Это кто-нибудь еще подб... Подберет. Сизый игрок. А я какого цвета? Я красный. Нифига себе. Это вражеская лесопилка у меня на территории. Совсем обнаглели соперники. Так, и вот уже семь личей. Это хорошо. Не хотел сам захватывать, но да ладно. Еще сизый. Еще сизый. А может он где-то совсем рядом? Так, Финиас, тогда дуй на юг. Ну я думаю, Финиас тоже справится. У него все-таки есть 11 очков силы магии. Есть заклинания боевые. Удушение против каких-нибудь драконов. Звездопад против скопления соперников. Я думаю, он справится. Если что, может поднимать своих скелетов, которых и так создает тупик. Неприятно. Это очень неприятно. Поэтому уезжаем отсюда. Сейчас мне эти ресурсы в принципе не нужны. Давай возьмем сундук, чтобы просто на следующем ходу у меня был второй герой. И тогда заодно и этот сундучок. Завершить ход. Ничего не случилось, деньги есть. Это хорошо. Берем Фиону, как и договаривались. У нее гончий. Во, гончий и скорость 7. Но сейчас смысла нет их отдавать, например, тому же Сандра. Он уже понял, ли чей они будут резать скорость до 6. Так, пришла Орис. Орис не нужна. Ну тогда Акси возьму. А вообще можно подождать до конца недели. Может геройка значей придет. Забираем лесопилку. Опаньки. Шадоу жип. А, шадоукип. Не разглядел букву. Куча лечей там. Здесь не пройти, кстати. Я до сих пор не получил заклинание портал. Ни полет. Ни пространство. Додственные врата. Это меня очень расстраивает. Так, давай по-быстрому посражаемся. Да, я хочу вас преследовать. Мне нужны личи. Так, еще 6 лечей. Денег нет. Сейчас будут. Деньги на обучение Сандра всегда нужны. Берем силу магии, потому что 540 единиц мана. Куда мне еще? Так, еще сила магии есть. Движемся по-прежнему в этом направлении. Сейчас у соперника не будет даже шанса противостоять моим лечам. Двоих, конечно, разделим получше. Допустим, три отряда. Один здесь, один здесь, один по центру. И можно призрака выгнать, чтобы не резал скорость. Что-то про это я раньше не подумал. А волшебный источник, что он дает? Ага. Он устанавливает всю магию, мне особо не нужно. Территория, где нельзя колдовать. Опасное место для меня. Финиас, тогда ты езжай в этот угол. Конечно, подбирать ресурсы не особо хочется ему. Давай это сделает Фиона, а Финиас посмотрит, есть ли здесь с кем повоевать. Например, с грифонами. Много. Потом орду скелетов поднимем. Так вот, с колдунами это опасно делать. Они умеют колдовать заклинания. И, соответственно, могут уничтожить мою армию. Ладно, завершаем ход. Ничего не произошло, но тень надвинулась с этой стороны, значит близко город. Забираем лесопилку. Кристаллы. Финиас сражается. На потери я не согласен. Давайте все в кучу встаньте здесь. Сначала ждем. Вот негодяи. Ну, не хотите так, значит, стойте на месте. Защита. Так, долетай только до одного. Защита. Не долетает. Защита. И встанем где-нибудь по центру, чтобы они все столпились вместе. Использовать, например, два звездных дождя и все замечательно. Так, звездопад. Маленький звездопад. Бум. Так, не долетаешь, не долетаешь, не долетаешь. Защита. Прячемся. Вот они, негодяи. Использовать какую-нибудь цепную молнию я смысла не вижу. Ну, во-вторых, ее у меня попросту нет. Так, далее. Долетает, долетает. Нужно два отряда уничтожить. Допустим, этот отряд побьют как-нибудь скелеты, возможно. Давай проверим, призрак сможет не умереть. Да, призрак смог не умереть, это замечательно. Значит, скелеты попробуют трех добить. А сюда можно действительно звездный дождь. Тык. А они всем отвечают. С другой стороны, они меня не грохнут. А призраки восстановят свое здоровье и все будет прекрасно. Пам. Но скелеты, по идее, не должны подвести. Если, конечно, я им не закрою проход. Отлично. Потеря нет, шахта моя. То есть, получается, вот эти десять ресурсов просто, ну, не имеют смысла. Можно было взять, например, вампиров, отдать Финесу. Он бы чуть успешнее, наверное, сражался. Стоя лучников. Стоя лучников, стоя лучников. Ну, давай подеремся тоже. Огромные потери. Так вот здесь приходилось бы цепь молний. А я могу каких-нибудь элементарий ему. О, водный элементарий, но нет. Он не успеет, опять же. А забывчивость. Половина вражеского отряда перестает использовать стрелковую атаку. У меня нет магии воды, чтобы все забыли. Гипноз. Допустим, я сделаю здесь гипноз. Заблокирую эти два отряда. А эти выстрелят все равно. Ну, в принципе, можно так попробовать. Можно, конечно, использовать Инферно. 130 единиц урона у арбалитчиков. Сколько здоровья? Хм. Копейки. То есть... Двух заденет, двух заденет. Ну, наверное, так будет выход. И все остальные защищаемся. Да, они будут бить скелетов, но... Убьют парочку. Никакой проблем в этом нет. Защита. Да. Три скелета потеряно, пять поднят. Вышел в плюс. Так, Сандра. Серые врата пограничного стража, которые охраняют стаи могучих лечей. Рудная жила. Где-то здесь замок. Ну, рудная жила обычно около замка находится. Та вот еще дорога. А вот и замок. Ух-ух-ух. А знаешь, в чем проблема? Не в армии. А проблема в том, что здесь... Замок. А замок уничтожит моих лечей только так. Можно, конечно, попробовать. Давай так и сделаем. Но что-то я чувствую не вытяну. Поэтому Сохранейшн, как... Не знаю, Ти-Джей. Или Е-Н, например. Е-Б. Вперед. Да, я побежден. Я не согласен. А знаешь, что мы сейчас делаем? Мы сейчас делаем кучу элементарий. Только вот я не помню. Так, у меня нет воздушных. Я хотел сказать про них. Они умеют летать через стены или нет? А земляные точно не умеют летать. Огненные. Давай их попробуем. Короче, стратегия такая. Даже если убивают моих лечей, я потом их подниму. А враг тоже призвал. Не знаю, почему сюда решил стрелять. Вперед. Главное не потерять всех лечей. Но с учетом того количества мана, которое у меня есть, это просто невозможно. Так, сейчас поднимаем их уже. Так, поднять мертвецов. Замечательно. 50 элементарий. С атакой 32, защитой 35. Я думаю, всех здесь модолеют. Чтобы личи не стреляли, не мешали мне. Бесполезно. Все, что враг делает, это абсолютно бесполезно. Отлично. Башни стали стрелять по элементарям. Давай тогда на радостях бахнем цепью молний. Будет бам-бам. Наверное, сюда перелетят и... А нет, вот еще скелеты. Интересная траектория. По факту враг проиграл. Он не сможет своих юнитов поднять. А элементарий в любом случае это прогрешная стратегия. Сколько их не было бы, ты в любом случае проигруешь. Потому что твои живые войска все мертвы. Если, конечно, ты их не воскресишь или не поднимешь из мертвых. Что-то на вас многовато. Так, а что на них хорошо действует? Я помню, что у них есть уязвим. Ох, звездопад. И как вы удачно так столпились. Бум. Великолепно. Город мой. Плюс 69 лечей. Просто взять любого героя, дать ему эту армию, и можно побеждать на этой карте. Итак, один замок захвачен. Ммм, неплохой такой замок. Что я узнал в таверне? Стракер. Стракер с царскими характеристиками. Но вот кто такой Аларис? Почему он не отображается в таверне? Ну, а тем не менее, у сизого игрока очень много золота, дерева. У меня, конечно, меньше всего. Но по количеству героев я первый. Неужели? То есть здесь либо два героя, либо один. Хорошо, примем это к сведению. Здесь есть что-нибудь интересное? Нет. На всякий случай заедем в город. И теперь подумать, как отсюда выехать. Скорее всего, ну, мне сюда нужно. Правда, я уверен, что здесь где-то тоже есть еще один город. Плюс, герой, который жил в этом замке, где-то неподалеку должен быть. Соответственно, давай грохнем сейчас горгулей для поднятия орт-личей. И в городе оставим тридцаточку, например. Тридцаточка вполне хорошо защитит. Если что, можно взять героя, который будет держать этот гарнизон. Да, я хочу преследовать. Мне личи нужны. Плюс 8 личей. Здесь горы. Наверное, в этой области герой вражеский. Это все я не хочу сам подбирать. Вот сундук я подберу просто ради золота. И ради того, чтобы здесь нанять герой, который все это мне соберет. Этим героем будет... Ну, давай кси, что ли. Пришел ко мне малекит. Кстати, а мне кажется ли, в прошлых сценариях мне приходили только некроманты. Выделим ему одного лича, чтобы бегал побыстрее. Так, я хотел сделать одного. В итоге поделил пополам. Тысяча монет, самоцветы, шахта, золотая шахта. Красиво. А здесь есть проход? Тогда может Финиас вот так проехать. Если что, с кем-нибудь здесь посражаться. Итак, в городах я не строю ничего. Завершить ход ничего страшного не случилось. Мы забираем ресурсы и открываем немножко карты. Опять же, здесь не проехать. Как же неудобно работает этот туман. Но я не думаю, что здесь есть проезд. Соответственно, мне нужно на зеленые лагуа, на зеленые территории. И через них проезжать к следующей точке врага. Так, голубые врата. Понятно. В общем, мне придется побегать еще по всей карте. Находя ключников. Финиас. Стоит ли сражаться тебе с колдунами? Это хороший вопрос. Так. Здесь у меня стоит шпильник романтии. Да. Шпильник романтии есть. Давай еще построим у себя. Это, пожалуй, с начала гильдия магов. Хотел сказать, это, пожалуй, единственный постройок, который будет действительно полезен прямо сейчас. Давай, что ли, с ними подеремся? Надеюсь, они не победят меня за ход. А здесь хранятся наши знания. Мы не собираемся делиться ими с кем бы то ни было. Желаете отступить? Нет. Не верю. Что-то у меня появляется прям вера в то, что исход этого боя будет весьма неоднозначен. Но опять же, используем стратегию, которая была при осаде замка. Призываем элементалей. И даже если сейчас всех уничтожат, я использую заклинание для того, чтобы хотя бы одного скелета поднять. Защита, 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 защита. Булик, були, булик. Они знают, кого уничтожать. Второй отряд, пожалуй, не стоит нанимать. Тратить ману тоже как-то не очень-то хочется. Бам. Чтобы меньше напрягали. Булик. Так, давай сюда встанем. И тогда сразу я поднимаю скелетов. Поднять мертвецов. Защита. Можно одного призрака поднять, только смысла в этом никакого нет. Давай не будем ману тратить. Убьем последнего чародея. Ступень. С одной стороны, хотелось бы чуть дальше перемещаться, но разум сейчас важнее. Теперь у меня плюс 30 маны за счет второй ступени разума. Раньше было 150. И следующий уровень сразу берем. Да. Третья ступень разума. Замечательно. Теперь у меня 260 единиц маны. То есть за этот ход я получил бонус в 110. Это прекрасно. Какой-то свиток валяется. На всякий случай давай подберем. И тут кто-то еще стоит. Фиона. Фиона много гнолов не одолеет. Фиона поскачет сюда все подбирать. Кси здесь также занимается похожими делами. Тут, ну, не должно быть никакого перевала. Поехали на юг. Я очень сильно удивлен, что здесь героя нет. Либо он спрятался в самом углу. Что весьма странно. Кстати, смотри, здесь вышка, скорее всего, которая откроет окрестности, но до нее слишком долго и неудобно ехать. Продолжаем небольшая вынужденная пауза. Из-за насморка болею я. Пока еще полностью не выздоровел. Ставим могучих личей. Давай тоже разгоним. Хотя, по факту, они мне не мешают, наверное, прякать. Не знаю, как будет быстрее. Хотя, смотри, а здесь проклятая земля. Но мои личи должны уже перестрелять. Давай еще на всякий случай разделим. Не так. Ой, разделил, как я криво их. Вот, другое дело. Бьем. Отлично, без потерь. Следопытство следующей ступени. Скелетики пусто. Много пикси. Ну, не знаю, стоит ли мне прям в эту сторону ехать. Или здесь где-то поблизости будет еще один город. Ну, давай пока я вижу, что здесь есть шедоуки, поеду именно туда. Так, опять же, шахты, везде сизовый игрока. Просто миллионер какой-то. Завершаем ход. А тьма продвинулась вот так. Значит, где-то вот здесь, наверное, есть город. Афиона, собираю ресурсы. Кси, занимаясь тем же самым гоблины. Но гоблинов сможет разогнать Финиас. И Фрита, в принципе, тоже. Ну, правда, не знаю смысла в этой вышке. Тем более сейчас. Поэтому Кси едет обратно. Будет на западе собирать ресурсы. Замедление. Я рассчитывал, что здесь будет какой-нибудь свиток типа полета, портал города, замедление. Последний сценарий кампании такой свиток. Весьма-весьма странно. Отделим скелетов. И в бой. Не согласен, естественно. Так, а сколько у вас здоровья? Тридцаточка. Раз, два, три, четыре, пять. Пять молний. Ну, точнее, волшебных стрел. Это 20 единиц магии. А звездопад? Раз, звездопад, два. Это уже 24 единицы магии. Выгодно на лицо. Все в защиту. Скелетов не страшно терять. Главное, чтобы их сразу за ход всех не убили. Продолжаем магический расстрел. Хотя, с другой стороны, Финиасу не очень-то и приятно терять такое количество маны. И колодцев поблизости не было. Хотя, вот здесь вот на карте был источник, который удваивает маны. То я тогда к нему съесть и чисто пополнить. 15 потеряно, один поднят. И все ради того, чтобы я подобрал алхимическую лабораторию. Ну, хотя подобрал, скорее всего, ртуть, а вот потом ее захватил. Давай сразу заберем, потому что Фионе слишком далеко сюда ехать. И гоблинов разбить. И фритов разбить. А смысла особо в этом нет. Вот. Улей летучих змеев гораздо приятнее будет поломать, чтобы здесь выбрать виверн. И они будут побыстрее моих скелетов. Можно будет скелетов выгонять. Хотя, тоже не самый лучший вариант. Так, давай строить шпиль. Усилитель некромантии. Так, Сандра. Где-то здесь город. Ну, поехали с этой стороны к нему. Я бы не отказался сейчас увидеть конюшню. Отлично, вижу город. Вижу город, поднимаю лечей. Нет, я не хочу вас принимать, я всех убиваю. В любом случае, вы станете частью моей армии. Так, а вопрос. Вот этот путь ведет сюда? Или все-таки я могу как-то попасть в этот город? В Санктум. Здесь нету ничего. Соответственно, есть подозрение, что всю армию, которая здесь была, забрал героя и ускакал. Все-таки вернусь. Единичка на дороге не валяется. Так, здесь строить нечего. Завершаем ход. А завершать, конечно, замечательно. Я вот думаю, сейчас стоит нанять еще одного героя. Например, Малекита. Выдать ему одного леча, чтобы бегал побыстрее. И пусть он едет за Сандра, тоже что-нибудь подбирает, что-нибудь собирает. А то здесь куча ресурсов достанется сопернику. Кси. Также все подбирай. И надо проверить вот этот закоулок. Он слишком подозрительный. Единичка силы магии. А здесь много лечей по-прежнему. У меня в любом случае их больше. Вот даже не знаю, может, стоит с этой стороны как-то объехать и захватить. Принятия нет. Преследуем и уничтожаем. Скорее всего, так я смогу проехать к городу. И он ближе расположен, соответственно, его нужно первым захватить. Завершить ход? Или в своем городе что-нибудь построить? Давайте здесь тоже все отстроим. Просто чтобы народ копился. Завершить. Ничего страшного не происходит. Так, и можно глянуть, что здесь охраняет гоблина. Кристальная шахта. Дальше ключник. Скорее всего, последний город соперника опять будет за тысячу стражей, которые нужно последовательно посещать. Тысяча монет. Так, еще поделить. 37 магии. Ну, наверное, я должен справиться? Да? Нет? Не верю, что я побежден. Моим скелетом сейчас в угол убежать и просто пару зарядов звездного дождя. Бам. Скелеты ослабли. Интересно, как это может быть. Тогда бейте вы уже их. Получил 8 виверн. А у виверн скорость 7. Но не хочется увольнять своих скелетов просто потому, что они в любом случае будут копиться. Жаль, что нельзя как-то изменить способность некромантии, чтобы вместо скелетов ну, хотя бы призраков вампи... Ну, вампиров это, конечно, было бы очень жирно. Хотя бы призраков принимать в меньшем количестве. У них скорость пятерка. Единичку больше, но и то приятно. Разгоняем чемпионов. Вы здесь не пройдете. Я что-то сомневаюсь в твоих угрозах, рыцарь. Так, плюс один уровень за 10 самоцветов. Да, согласен. Синий страж. Серый. Лиловый. Пока синего не встречал. Идем забирать город. Забирать на халяву. Великолепно. И давай, знаешь, что наймем еще одного героя. Но тогда уже в этом городе. Сейчас завершаем ход. Опаньки, кто-то прибежал. Кто это у нас прибежал? Не видно. Не видно, но у него нет никакой армии. Фионе сюда ехать не нужно. Здесь сражаться также нет смысла. Продолжай путь в сторону Кси. Вот этот проход можно разведать заодно. Кси в это время забирает рудную жилу. Шахта очень хорошо, что дает обзор при вечно закрывающейся карте из-за некромантических городов. 515 банны. Это классно. Забираем город. Не хочу я никого терять. Сразу поднятие мертвецов. Ну, не совсем правильно я атаковал. Большой пачкой нужно было сразу сюда. Так, еще один город у меня. Портал. Нет. Никаких порталов города. Сандра. Скорее всего, ты проиграешь в этой кампании просто потому, что ты не мобильный герой. Давай зайдем, поучим чего-нибудь. Итак, что открылось новое в таверне? Нового знания никакого нет. Ну, точнее, оно есть, но оно бесполезно. Оставляем здесь полтинник лечей. И едем дальше. Едем. А вот с этой стороны я смогу. Есть подозрение, что тут, как и в прошлой карте, по типу лабиринта, нужно все последовательно захватывать. Поэтому придется, возможно, вернуться сюда. Так как здесь куча лечей, я уверен, что Финиас лично с ними не справится. А с другой стороны, вот этот город, скорее всего, под защитой лечей должен простоять. Кроме того, сейчас в город прибежал герой, у которого совершенно нет армии. Значит, ничего страшного, наверное, не должно случиться. Ладно, попробуем с этой стороны посмотреть, есть ли проход. Опаньки. Здравствуй, стракер. Как так-то? А вот так. Не хочу я леча терять. Победа. Тамика осталась. Это, получается, единственный герой. А здесь, скорее всего, у синего два героя. У меня куча. Куча, которая собирает ресурсы. Давай разгоним магов, посмотрим, что в университете просто ради интереса. Я не верю, что здесь мне попадутся какие-то хорошие навыки, особенности под конец кампании. Здесь строить нечего, здесь тоже. Остраиваем наш основной город. Ну, пусть будет ратушь. Чем бы нет. А завершить ход... Ничего не происходит. Гоблинов, пожалуй, будет разгонять Финиас. Давай силу магии возьмем все-таки. Сейчас у нас довольно-таки много маны. Еще неизвестно, когда успеем ее потратить. А заклинания будут бить сильнее. Фух, перевала нет или есть? Если есть, это очень плохо, потому что с этой стороны может герой проехать, подкрасться в мой тыл и создать кучу проблем. Мне это не нравится. Так это тогда Финиас тоже подберет. Лаборатория моя. Золотая шахта на халяву. Нет, нельзя проехать мимо гонщика. Но можно проехать к колодцу. Проехать к колодцу и тут вызвать героя из города. Ладно, поехали обратно. Таксандра. Разгоняем магов. Отлично, без проблем. Хороший навык. Отстой. Ужасно. Для запасного героя пойдет. Не согласен воспринимать. Я из вас сделаю лучше лечить. Так, а здесь, ну как-нибудь с этой стороны будет ли заход? Нет, с этой стороны захода нет. Шахту я тоже заберу, просто ради того, чтобы карта не сужалась. Так, и у себя что-нибудь строим снова. Например, цитадель. Не знаю, какой смысл в бонусе в этой карте цитадели, которую можно буквально сразу же построить. Но завершить ничего страшного не происходит. Так, а я вот здесь не нанял героя, который будет ездить, открывать карту и все осматривать. Давай им станет Мандор. Так, вот этих товарищей, конечно, я лучше выгоню. Дам ему два дракона, потому что те хорошо летают. И он будет весьма мобильным. Так, скелеты, чтобы они мешались. Конечно, с двумя драконами он кучу соперников не одолит, но если будет какой-нибудь стракер, неприятно. Ага. Так, ладно, постой здесь, посмотрим, приедет ко мне кто-то внезапно или нет. Кстати, вот здесь начинается владение уже синего игрока. Даркшторм, Даркшторм, Даркшторм. Ну, сюда в любом случае Сандра поедет. Значит, он все это будет разгонять. А Финиас бьет гоблинов. Финиас не доезжает. Наверное, я все-таки вот так сделаю, чтобы быть мобильнее. Так, а вот здесь тупичок или не тупичок, вот в чем вопрос. Кси на юг. Хотелось бы получить разведку. Немножко монет. И проход дальше на запад. Кстати, а сколько времени прошло? 39 минут прошло. Сценарий проходится очень быстро, никакого сопротивления совершенно. Это очень сложная игра. Не согласен. Почему вот ко мне хотят присоединяться, траглодит? Я случайно нажал отмену. Ну, давай посмотрим, как они умирают. Так, это получается тупик. Получается тупик. Так, если я вот здесь проезжаю... Ну да, тут можно сократить расстояние. Поехали сюда. Или нельзя здесь проехать? Бихолдер, извините, но нет. Мне выгоднее ваша смерть. Да, я могу проехать. Так, сюда кого мне отправить? А еще одного героя? Мерлана. А, это вот он, Даркшторм. А это кто тогда у меня? Малекит. Его брат-близнец. Мерлану берем. Рыцарь ей выдаем. И тогда она всю вот эту шелуху, ерунду подберет. Может, и Зомбария одолеет. Так, Фиона. Фиона, Фиона. А Фионе я могу здесь выдать армию. И она, опять же, гоблинов разгонит. Но проблема, если гоблинов разогнать, мало ли, я открою здесь проход. А Сандра сюда не так-то быстро вернутся. Конечно, здесь есть 28 лечей. Но уже... А всего лишь вторая неделя, откуда у соперника армия. Давай возьмем и разгоним гоблинов. Так, Сандра в это время скачет на лужайку. А тут можно проехать. Меня вот это дерево смущает. Конечно, руда есть. Типа ее забрать, потом побить демонов и проехать. Ну, а вдруг это тупик. Если это так, то это отвратительно будет. Строим в нашем городе Мавзолей. Почему бы нет? Завершить? Ага. Так. Тамика. Хорошо, я тебя понял. Тамика вылезла. Она прыгнула в портал, который расположен где-то вот здесь. Но Сандра меняет свое направление. Так, здесь у нас еще появился Вакеал. Вакеала сможет и Финиас разогнать. Кси, дай проехать ему. Гоблины, значит, будут жить. Будут жить хотя бы еще пару дней. Отлично. Победа. Плюс 14 скелетов. Вот Финиасу нужно выдать кого-нибудь в армию, чтобы их можно было... Хотя давай оставим скелетов. Нет. Знаешь, почему нет? Они режут скорость. Мне нужно отсюда кого-нибудь привезти. Кого-нибудь, например, лечи. Сколько у вас скорость? Скорость 7. А у Виверн тоже 7. Отлично. Все совпадает. замечательно. И их мне привезет Карфакс. Ну, давай. Так. Кси забирай. Давай обменяемся. Пожалуй, все-таки одного леча оставлю Кси. Вот скелетов полностью увольняю. И теперь можно поехать в эту сторону. Хотя с такой армией Финиас очень уязвим. Надо сильно делить с другой... Ну да, лучше сильно поделить, чтобы сразу все не померли. Утопия. Красные пограничные врата. Я ключника не встречал, но вот здесь есть подозрительный проход. Мерлана. Так, у тебя что-нибудь есть? Да, 4 рыцаря. Замечательно. Забираем шахту. Давай брать опыт. Давай брать опыт просто потому, что а куда мне золото? Я никого практически не нанимаю. У меня куча городов. Вот сейчас надо здесь магистрат, конечно, возвести. Давай будем к нему стремиться. Так, тут а может я гоблинов расстреляю чисто магией. Я умею что-нибудь колдовать, да. Маляки, давай-ка ты попробуешь это сделать. Не верю. Но с другой стороны начинаю верить. Что я могу сделать? Дрожь смерти дважды. 26 единиц урона. Одна дрожь смерти все умерли практически. Бам. Какой смелый гоблин. Обычно гоблины трусливые, а этот побежал вперед в одиночку налича. Может у него там брат умер, решил отомстить. Так, фиона. Фиона здесь у меня забирает двух драконов, забирает четырех рыцарей. Просто на всякий случай, если там на нее кто-нибудь нападет. а чего вы не перемещаетесь? А что-то сломалось? Не понимаю. Иногда случаются какие-то странные вещи, что кнопки западают. Но не то, что кнопки на тачпаде или а просто в самой игре. Это очень непонятный момент. Воспроизводится только в героях ХД. Строить нечего. Завершить ход? Да. Запись идет? Да, запись вроде как идет. Мне нужно этот город захватить. Его может захватить только Санру. Знаешь что? Давай сделаем. Наймем кого-нибудь типа Септины или Даркшторма. Наверное типа Септины. Она возьмет с собой всех лечей, потому что кроме как из портала ко мне никто не прискачет. Санру в свою очередь отдаст ей кучу лечей, обучит ее еще магии и с ней вряд ли кто-нибудь захочет связываться. А такой армии Санра и сам сможет победить всех. Разделили, встали около портала и всех пугаем. Так вот кто-то такой. И теперь поехали обратно захватывать этот замок без армии. По пути можно конечно грохнуть демонов и местных обитателей. Пополнить еще ряды личи. Так Карфакс Карфакс что-то у меня вообще делал. А он передавал армию теперь ну теперь отправиться за Сандра чтобы там подобрать ресурсы. Фиона уничтожает гоблинов. Да преследуем убеждаем забираем шахту белый пограничный страж магия огня опыт третий ступень разведки. Итак Deathgate синий игрок чтобы сюда проехать нужно открыть красные врата стража а сюда можно попасть только через страж который здесь то есть отсюда я выезжаю назад очень интересно то есть скорее всего с этой стороны мне как-то проезжать зеленые зеленые что вы открываете здесь нужны синий здесь нужны синий здесь нужны синий пока непонятно что они делают утопия дракона с этой армией а почему бы и не попробовать знаешь почему там не будет семь драконов на всякий случай я конечно сделаю сохранение потому что я финиасе неуверен но я думаю что должен победить то вызываю на бой я не желаю отступать я не проигрываю пых конечно не знаю что они сделали в чем они повинны просто отведем на них душу сразу же инферно надо было в эту сторону его колдовать ладно вот это неприятно потому что мои виверны если помрут они не установится ну конечно они в рамках одного боя восстановится а потом обратно помрут вот они заплакали того чтобы я рассказал им такие вещи клича вы у меня не убили так погиб могучий лич почему или это не мой погиб и я просто немного туплю да это не мой замечательно теперь мне стоит остерегаться дескейта из-за того что здесь может приехать герой и мне напакостить и забрать утопию с этой стороны я могу куда-то проехать нет это тупик то есть мне здесь нужно держать герою которого есть армия который может вот это все одолеть в общем можно отсюда собирать армию отсюда и кто-то тут стоит и защищается так мерлана здесь все забирает и едет на север малекит в это время с одним ли чем не знаю может конечно начать реализовывать мой план забрать отсюда армию потом отсюда заберем и встанем около ворот и этим например займется кси почему бы и нет давай в нашем городе построим кузницу чтобы выйти магистрат завершить это было движение не через горы я надеюсь потому что если у врага есть полет или есть какие-нибудь врата измерения это просто уничтожает всю карту я просто с ума сойду с ним бороться здесь стоит септина и пугает асанра ты где так горчи ада мешает проехать и не прямо как здесь берем руду и надеемся что можно пройти так мерлана забирай ну вот почему бы нет а деньги некуда девать а сейчас окажется что есть куда и мне денег не хватает сейчас 6 день недели давай посидим здесь посидим здесь и ничего не будем делать а собственно фиона здесь уперлась в тупик и фионе лучше продолжать движение по той причине что она хороший разведчик поэтому стоит двигаться в сторону портала куда потом сиганет и сам сандра а тут но финяс сам собирает ресурсы еще опыта и и собственно ничем заниматься ему больше либо ему остаться здесь и просто защищать вот эту территорию в целом мы с тобой осмотрели уже половину карты и это сделал в одиночку сана а сделал в одиночку за три недели думаю оставшуюся часть карты также можно без каких-либо проблем и смотреть то есть финиаса давай ты будешь здесь охранять наши территории от угрозы из дэсгейта потому что ты как минимум обладаешь нормальными характеристиками а с другой стороны финиасу хочется посетить всякие вот такие вот колеса звезд чтобы набрать силы магии атаки так далее нет все таки он поедет с анра на юг нужно собирать все это так тут я чем занимаюсь тут я не знаю мне дел нет давай заберем лесопилку чтобы тима не сгущалась асептина стоит пугает ничего не делаем а планируем собрать армию чтобы кому-нибудь передать и завершаем ход да что тут по времени 55 минут в общем захватим этот город и уже можно тормознуть так септина а давай-ка ты прыгнешь сюда заберешь лесопилку поговоришь с предсказателем просят плащ из крыла дракона хорошо теперь возвращаемся назад просто открыли территорию можно спросить у воров а кто у меня в соперниках такой какой силы обратно обладает и так далее малекит на месте кси на месте фиона фиона скачет финистой посещал нет тебе опыт нужен и еще один уровень а берем логистику потому что у самого финиса лечей толком нет если санра и ходас то будет парочка всего лишь берем руду и разгоняем демонов такой долгий расчет итогов не хочу ничего здесь подбирать можно проехать просто так да можно стоя владык бездны давай тоже заборем страж задания то есть прорицатель тим не откроет путь сюда я такого честно говоря не ожидал ну давай хотя бы приедем сюда спросим чего вам надо так здесь стоим на месте тут стоим на месте здесь стоим на месте а тут строим наконец-то магистрат завершить сюда осицы уходит из этого мира герои покинули своего повелителя и я бы началась неделя крысы а когда я стану 25 уровень ухо это не скоро будет очень очень нескоро сколько мне хотя бы опыта следующего уровня нужно а 4000 это будет только 21 и говоря уже про 25 а поместье просто чтобы вампиры копились и тогда тогда прыгаем в портал поехали ближе к порталу ох уж эта тьма все перегородила так септина смотрит чем варьо может быть полезно поможет ангела я не ожидал здесь увидеть дохода у врага больше города а городов теперь у меня больше то есть у соперника два города если да то я один вижу вот здесь а второй ну судя по всему где-то в этом углу будет тогда вопрос а зачем вот эти территории ну с другой стороны смотри я проезжаю из этих территорий еду 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 где-нибудь здесь нахожу город и остается мне проехать вот сюда ну скорее всего и так и будет по вот этим вот территориям потому что здесь из-за ключика мне тупо не проехать давай тогда пожалуй на сегодня тормознем итак спасибо тебе за просмотр если понравилось ставь лайк оставляй комментарий подписывайся на канал спасибо и пока